Вопросы долголетия будущего обсуждали известные ученые, деятели искусства и ведущие специалисты в области экономики и других сфер общественной жизни 5 и 6 сентября на площадке форума фестиваля «Территория будущего. Москва-3030». Какой будет Москва через 6 лет, это тоже то, что дает некий импульс оптимизма. Это тоже очень важно. Когда ты думаешь о будущем, то ты наполняешься оптимизмом. Люди, которые не думают о будущем, в большей степени смертны, чем те, которые о будущем думают и которые живут тем, что у них есть будущее. Здесь люди, которые занимаются долголетием с точки зрения именно научного подхода и могут нам объяснить, почему мы сегодня живем до 75, а некоторые даже до 90, а может быть в следующем году они будут жить до 100-120, это будет норма. Тогда, когда, скажем, если вы приедете в город Владимир, то вы узнаете, в Владимирской есть такая водонапорная башня, что средний возраст жизни жителя Владимира, в основном рабочего, в конце 19 века был 32 года. То есть за 100 с небольшим лет ситуация изменилась вот так. На сегодняшний день далеко не все понимают, что для активного содержательного долголетия, в общем, нужна еще очень сильная голова. И когнитивные функции, так же, как и мышцы, необходимо постоянно тренировать, тренировать, еще даже сложнее, чем мышцы, потому что навык должен быть новым. А все новое всегда очень сложно. Поэтому перед нами стоит задача сформировать новую философию, новую культуру, которая предполагает полное понимание ответственности человека за себя, за свое благолетие, за свое здоровье. И мы, как государство, как органы власти, должны создавать все возможности, чтобы инфраструктура и организационные институты, позволяющие заниматься собой легко, удобно, быстро и убежденно этому соответствуют. Как мы можем изменить наше будущее уже сейчас? И как нам сохранить функции мозга? Это только два из многих вопросов, которые были поставлены перед участниками пленарной сессии и дискуссии долголетия будущего. Человек, который свой мозг нагружает, он гораздо больше защищен. Потому что нейронная сеть, она... У мозга есть много разных качеств. Одно из них – это компенсаторные возможности. То есть мозг с большим запасом сделан, что вот если такой-то кусок почему-то рухнул, то другие части мозга берут на себя эту работу. Они делают это хуже, чем та часть, которая должна, но лучше так, чем никак. Если тренированная нейронная сеть, понимаете, если человек не просто гамбургеры есть, а еще все-таки книжки читает, или, я не знаю, смотрит сложные фильмы, живет более сложной жизнью, то вообще-то это его защищает. Такой главный вопрос, в общем-то, для всех, для всех возрастов. Чтобы, чтобы такое вот иметь какую-то такую активность, чтобы не потерять яркость мышления, прозрачность сознания, ну, такую логику. Я, в общем, для себя понимаю так. Если есть уже какой-то интерес в профессии, нужно заниматься им как можно дольше. Но мы, существа, такие интересующиеся, много чем. Поэтому, если уже есть ответвление, например, кто-то хочет в бильярд играть, кто-то хочет делать табуретки, независимо от того, чем он занимается, важно, чтобы там была творческая жилка, чтобы не было автоматизма. Потому что, как только мы начинаем заниматься каким-то трудом, интересом, где, ну, такая сплошная автоматизация, оно уже не приводит к образованию, условно говоря, новых связей между нейронами. Любая маленькая творческая задачка – это перестройка работы нейронов, новые связи, фактически новая жизнь. И это залог тому, что мы будем долго жить вот именно когнитивно, быть сохранными, а это и есть качество жизни. В рамках панельной дискуссии о долголетии прозвучала еще одна рекомендация – нетривиальная, но высокопрофессиональная. Есть хитрая стратегия долголетия. Эта хитрая стратегия долголетия заключается в том, чтобы что-то долго жить. Это значит долго любить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok